Беларусь 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 Потому что ведь та хоровая протестура, которую обычно прописывает Татьяна, когда она именно как хоровик обогащает палитру, это очень любят люди. Вы знаете, творчество песняров почему так знаменито? Потому что у них многоголосие, знаменитое белорусское многоголосие. Всегда это было узнаваемо на любой точке земного шара. Женском многолосии тоже может быть красивым. И вот пытаемся делать что-то такое похожее на песняровское звучание. Наверное, это вот какой-то такой есть высокий потолок, к которому мы стремимся. А мы на них ориентируемся. Прекрасно. Это ваши кумиры. Это наши кумиры, и они всегда были. Давайте мы вновь вас послушаем. Гурт «Колоземицы». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Мы уже в прошлом году, они отпраздновали 40 лет, я тоже достаточно долгий период там работала и возглавляла даже, можно сказать, весь рабочий процесс творческий, рожировки, репетиции, какие-то там постановки хореографические и прочее. Поэтому, да, у меня уже оттуда большой опыт наработан, который я теперь с успехом воплощаю в своем проекте. Знаете, у меня всегда перед глазами были мои родители, которые занимались с такой самодачей, настолько увлеченно своим коллективом, своим делом, что, ну знаете, у меня другого варианта даже не предвиделось. Да, кем стать и с кем свою жизнь связать. 24 часа в сутки вместе находимся и настолько к этому привыкли, но по-другому жизнь просто немыслим. Так же и мои родители, они всю жизнь и работали, и отдыхали, и занимались какими-то проектами. Татьяна, ну вы закулисный такой ребенок, да? Абсолютно, абсолютно, дочь полка, да. Знаете, часть моего детства прошла в деревне у бабушки в Чернском районе, там, где мама моя выросла, мои предки жили. И там, кстати, похоронены все мои предки вот рядом с этой деревней. Нет у вас там родового гнезда? Есть, да? Да, есть, конечно. Вот. Ну, к сожалению, сейчас уже год назад и бабушка ушла. Это то самое место, место силы я его называю. То есть я туда возвращаюсь, и, конечно, я понимаю, что вот то самое место, которое ко мне приходит в снах моих, то есть это тот самый дом, то место, где я выросла. Ну, а часть своего детства, конечно, когда я была в Минске с родителями, что случалось не очень часто поначалу, но потом позже, когда я уже постарше стала, меня забрали родители к себе, и я уже стала всецело, так сказать, участвовать в этой культурной жизни столицы. Вот, то есть концерты, репетиции, бесконечно какие-то фестивали по городам и весям. Как вам говорили, Танечка, а сейчас посиди, помолчи. Ну, я на самом деле была задействована в концертной программе даже уже с трех лет. Я делала разбивки, я выходила и читала стихи. Позже я уже, конечно, влилась в коллектив, уже будучи человеком, получившим образование музыкальное, когда закончила Республиканский колледж искусств имени Ахремчика. Я присоединилась, и вот с этого начался мой самый главный опыт в жизни, музыкантский такой, да? И вы всегда мечтали, что будет свой какой-то коллектив? Я сейчас не скажу, когда я начала об этом мечтать. Наверное, когда мы с Андреем уже гастролировали далеко за пределами нашей родины. Вот у нас, да, зародилась такая мысль, что мы хотим именно свое детище. Андрей, ну, хочу про вас узнать побольше. Ваша семья тоже творческая? Творческая, может быть, не в таком плане, как у Тани все-таки, но у меня отец аккордеонист, самоучка, когда-то в Ивановской области, в России он был, как он говорил, я был второй или третий аккордеонист на всех праздниках городских. Вот, конечно же, любовь к музыке – это от него. Благодаря ему я пошел в музыкальную школу и дальше в музучилище и консерваторию. То есть он всегда меня поддерживал, говорил, что я мечтал, чтобы ты стал музыкантом, и вот я им стал. Ну, конечно, доля отца, его желание, оно очень было сильным. Я видел, что для него это важно, конечно. Ну, и ваши родственники, они пели, они имели голос? Ну, на всех, конечно, на всех каких-то праздниках семейных, домашних. Отец брал аккордеон, и, конечно, пелись застольные песни, тоже народные. А вы знаете, вот все же возвращается на круги своя, и мне говорили, что через какое-то время вообще мы будем воплощать в жизнь то, что раньше у нас было, когда праздник семейный, сейчас же не принято, ну, как-то, да, петь застольные песни, а все скучают по застольным песням. И мне кажется, через еще чуть-чуть, и вот вернется вот то время, время застольных песен, когда, вот, например, Таня Романова запевает, и подхватывает, вторит, это замечательно. Ну, знаете, возможно, это в городах крупных, эта традиция, конечно, себя изжила давно, но, к счастью, в деревнях. Мало осталось, я расспрашиваю, да. Масителей фольклора, в принципе, мало уже осталось. Вот не в фольклоре дело, и не в... Просто желание вместе попеть, собраться с семьей, да, это немножко уходит. Я не так давно это наблюдала у родственников моего отца, они живут на Полесье, и, вы знаете... Им привет огромный, если они слушают. Привет, да, мои дорогие, привет вам. Вы знаете, я там бывала, и неоднократно я видела, как у них это в порядке вещей. Ну, полешики, что ты говоришь. С песни, да, ну, конечно, сначала они занимались хозяйством, то есть первые какие-то там дела покормить там скот и так далее, а потом, когда уже накрывался завтрак на столе, ну, стол, конечно, как вы понимаете, трещал там от обилия блюд разнообразных, и вот они начинали затягивать песню. Как же вы красиво рассказывали. Старт, старт, знаете, хорошему плодотворному дню. Во-первых, коллективное пение, оно очень сильно заряжает, это, знаете, как обмен энергиями. Вот, поэтому это очень важно, ну, для них. У них действительно там тяжёлая жизнь, как вы понимаете, всегда была, и песня давала силы, и они шли дальше заниматься своими там каждодневными делами. То есть хорошую тему мы сегодня смогли поднять с вами и понять ещё раз, как же важно всем вместе быть и объединены, если мы вдруг песней. Вот замечательно, когда сейчас нас слушают где-то там, где есть возможность собраться вместе, пусть это будет дача. Да, надо поработать, ну, никто что-то не отменял, дорогие друзья, это нужно, и это прекрасно. Но когда есть возможность в обеденное время... Но ведь не только можно петь за столом, ведь раньше в старину наши предки пели на полях. Ну да, но мало я встречала, я, кстати, одно время занималась фольклором очень активно, и в студенческие годы, и мало я встречала уже, в основном, это такая больше застольная песня, да, зажинки, дожинки, это тоже были всегда с песней, когда жни выходили у поля, да, это ж... от чего зависит вообще урожай. Конечно, от хорошего настроения, да, песни, чтобы... Колоземица сегодня в гостях в нашем настрое. Ой, вишня моя! Ой, вишня моя! Ой, вишня моя, садовая моя, да, ой, леда, ой, люля, садовая моя, А не я тебе садила, самосеялася, да, ой, леда, ой, люля, самосеялася. Само прадочку зеладой на вечерочки пошла, да, ой, да, ой, люля, на вечерочки пошла, На вечерочки пошла, да, всю ночь просадела, да, ой, да, ой, люля, всю ночь просадела, да, ой, Ой, вишня моя Солнечка садела, давай Ой, вишня моя Ой, вишня моя, сонка, давай, моя Ты ж ебел не простявали, я не думала исти Давай, давай, люля, я не думала исти Як зараночка займалась, а не худенько сбиралась Ой, давай, люля, я не худенько сбиралась Ой, вишня моя Я не худенько сбиралась Ой, вишня моя Ой, вишня моя, сонка, давай, моя Слук рук для пород на порозе старый черт Ой, давай, люля, на порозе старый черт Ах ты, жёночка моя, где ж ты нож пропыла Да, ой, давай, люля, где ж ты нож пропыла Я нигде не была, я на печи спала Да, ой, люля, я на печи спала Я на печи спала домой Я на печи спала домой Ой, вишня моя Ой, вишня моя Ой, вишня моя Ой, вишня моя Садовая моя Садовая моя С кем хочется заниматься, кого хочется видеть, да, рядышком Ну, конечно, это же наше продолжение, правильно, потомки Татьяна, но мне кажется, это самая сложная работа Это сложная работа, да Кстати, периодически я это очень остро ощущаю Но все равно, знаете, дети От них прет молодая энергия, да, энергетика такая Поэтому ты и заряжаешься, но и отдаешь, конечно же Очень много отдаешь то что к концу дня просто уже не хватает ни сил, ни энергии, ни на что другое, и на творчество в том числе. К сожалению, дети, да, действительно, они требуют очень много внимания, подготовки к этим занятиям. На самом деле, это идея создать некую школу вокала или музыкальную какую-то студию для развития детей, ну и взрослых, к слову. Мы занимаемся не только детьми, взрослые тоже у нас занимаются. То есть, если я захочу петь профессионально? Абсолютно, конечно, конечно, будем ждать. Сколько перспективы. Вот, то есть у нас, да, созданы условия для того, чтобы и дети, и взрослые себя чувствовали комфортно, получали навыки. А это про… Работы с микрофоном, постановка голоса, сценическая речь. Подача на сцене. То есть, да, раскрепощение, конечно же, да, запись в студии звукозаписи, то есть это тоже очень важно. У нас за плечами уже за несколько месяцев работы три отснятых клипа, три такой, да, видеоработы. Ну, как у вас всё серьёзно. Да, дети и родители очень довольны. А детская студия вокала «Колоземица» так и называется? Нет, она… Ну, мы тут не мудрствовали, лукаво назвали её студией вокала Татьяны Романовой. Мы живём в Боровлянах, и там у нас действительно очень много детей, и очень большой спрос, как оказалось. Потому что я, будучи молодой мамой, в песочнице где-то, общаясь с другими мамами, слышала неоднократно, что вот куда же повезти ребёнка. Да, или вынужден возить в город тоже, что это занимает время и силы. Город, конечно же, мы же понимаем, что это и сложно, и нет ни времени, ни ресурсов порой. Действительно, хорошо бы, если вот где-то здесь рядышком под боком. Сразу, знаете, появилось много желающих. Самое главное, мне кажется, репертуар, потому что иногда я бываю в жюри на различных конкурсах, и мне кажется, вот чуткость педагогов должна быть в этом. Потому что порой иногда видишь, когда, например, 6 лет поёт из репертуара Ирины Аллегровой, угнала его, угнала, да? Да, 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 ну это, конечно, да. Переборы, но это я утрирую, да? Ну да, да, понятно. Но это есть. Конечно. Поэтому вот эта чуткость в воспитании детей, особенно в песенной культуре, и особенно если у вас вы не только занимаетесь тем, что вы приучаете детей к сцене, к записи песни, к правильно поставленному голосу, а в общем к песенной культуре. Это очень важный вопрос, духовное воспитание ребёнка, да, вообще в целом детей, потому что, к сожалению, конечно же, что в детские уши сейчас льётся из разных источников, но это иногда картина просто удручающая. Ну до 6, наверное, лет, мне кажется, тут родители должны как-то держать руку нам. Не всегда, к сожалению, у родителей есть на это ресурсы, время и возможности, потому что дети сейчас у нас продвинутые, современные, у всех гаджеты. Все и гаджеты, и слушают разную музыку, конечно. Ну и я, как педагог, конечно же, стараюсь создать все условия для того, чтобы дети мне доверились, чтобы я была для них авторитетом, да, неким, особенно в вопросе выбора музыки, ну и даже в каких-то жизненных вопросах важных девочек постарше. Подходили к вам и говорили, вот Татьяна Владимировна, на минуточку, мы хотели бы спеть такую-то, такую-то песню. Вы знаете, ну, начинаем мы наше знакомство с детьми и взрослыми с вопроса, какой репертуар предпочтителен, то есть что нравится самому человеку. Ох, как интересно, это анкета такая, да, или... Да нет, просто в разговоре, наверное, да, что слушает. В процессе отчения я хочу знать, чем человек живёт, чем он дышит, что он слушает. Вообще, конечно, тема вокала, не обязательно, вот, наверное, готовить ребёнка к сцене, что ты будешь обязательно оценивать, но владеть своим голосом, это замечательно. При выборе любой профессии абсолютно, правильно? Согласна. Да и вообще встретиться с друзьями, и у тебя прекрасно поставленный голос, например, ну, почему бы нет, и спеть, вот, например, какую-нибудь песню. Спотканье Сяброу – это то мероприятие, где можно увидеть колоземец в ближайшее время. Да, вот с удовольствием могу пригласить наших слушателей на концерт, который пройдёт в Белгосфилармонии 21 мая. Цикл концертов Спотканье Сяброу уже длится с 2012 года, и там действительно выступают лучшие белорусские, не только силы, направления фолк, и из известных исполнителей, можно назвать и хороших, и государственный ансамбль танца, и те же наши белорусские государственные ансамбли песняры, нас пригласили, и постараемся там быть на высоте, вот, 21 мая. Приходите. Приходите, конечно. Филармония, центр города, да? Да. 19.00, да. Ну что ж, вот так худенько пролетел час наш, и мгненно просто, потому что собеседники были выдатные, настрой выдатный, всё просто навыдатно. Это гурт «Колоземец» Андрея и Татьяна Романовы гостевали у нашем эфире. Дякую вам за вот этот позитив, за доброе ставлення до музыки, до того, что вы вот такие открытые и ширые люди. Дякую, успехов вам. Дякую. Спасибо большое. Добрый вечер, веселый вечер, Train of Дорогие гости 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 Продолжение следует...